Девушки отдыхают Девушки отдыхают Хлебница, фылесос, утюг, холодильник, включатель и микроволновку Хорошо, ребята, как вы думаете, для чего люди придумали все эти предметы? Как вы думаете? Микроволновку, чтобы греть еду, выключатель, чтобы был свет Ребята, обо всем об этом мы поговорим чуть позже подробнее А сейчас я хочу вас узнать, знаете ли вы, где сегодня мы с вами оказались? В стране безопасности А вы знаете, что это за место? Так, не знаете, я смотрю Давайте с вами присядем, и я подробнее вам и нашим маленьким телезрителям объясню Итак, ребята, страна безопасности – это единственное место на земле, где с нами ничего плохого не случится Мы с вами будем учиться правилам безопасного поведения И постараемся эти правила, Сереж, объяснить нашим маленьким телезрителям Это раз И второй очень приятный момент – это конкурс А поэтому в конце нашего соревнования победитель получит приз Впрочем, тот, кто проиграет, без подарка тоже не останется Ребята, вы у нас далеко не первая команда, которая вступает в борьбу в стране безопасности И для каждой пары участников конкурс длится 4 дня И в конце каждого игрового дня мы с вами будем подводить итоги Темой всех наших 4 соревновательных дней, ребята, станут правила поведения в экстренных ситуациях То есть таких ситуациях, которые могут представлять серьезную опасность для жизни и здоровья человека И ваша задача, ребята, как можно больше узнать полезной информацией Чтобы знать, как себя вести в таких опасных ситуациях Договорились? Так что будьте предельно внимательны А сейчас время для нашего первого конкурса Так как сегодня первый день соревнований, сложными заданиями не будут Мы с вами начнем с разгадывания загадок Договорились? Хорошо Итак, каждая правильно разгаданная загадка, ребята, будет стоить одну фишку Фишечки у меня здесь в коробочке, вы будете их зарабатывать А тому, кто справится быстрее соперника, достанется еще дополнительно одна фишка Отгадки на моей загадке находятся у вас на доске Твоя, Камил, вот эта, а твоя, Сереж, которая ближе к тебе Вам необходимо найти правильный ответ и на скорость принести отгадку мне Ну что, все понятно? Да Кстати, ребята, все отгадки будет объединять одна общая деталь И тот, кто догадается, что это за деталь, получит от меня дополнительно еще две фишки Итак, первая загадка Я не хвастаясь скажу, вещи я омоложу Идут ко мне унылые, с морщинками и складками Уходят очень милые, поглаженные, гладкие Значит, я надежный друг, электрический Побежали Быстрее, быстрее Ай, молодцы, правильный ответ принесли Но Камила была быстрее Итак, это у нас что? Утюк Утюк, конечно Камила за скорость и за правильный ответ две фишечки Сереж, тебе достается одна за правильный ответ Клади в коробочке, Камила, это твоя Итак, слушаем вторую загадку Летом папа наш привез в белом ящике мороз И теперь мороз седой дома летом и зимой Бережет он все продукты Мясо, овощи и фрукты Побежали Так Ох, магниты упали Поднимаем быстро магниты Быстрее, быстрее Камилочка на место возвращай Так, ребята, ответили вы правильно Это у нас что? Холодильник Поменялись вы в этот раз ролями Ответили обои правильно Но Сережа был чуть быстрее Поэтому тебе две фишки, а Камилочке одна У меня один свет О, как тебе подвезло Итак, следующая загадка Я хоть маленький прибор Есть на стенке на любой ночь Но если захочу, щелкну раз И свет включу Побежали Молодцы, одновременно Что это у нас? Это выключатель Выключатель, правильно Очень быстро вы среагировали Поэтому и за скорость И за правильный ответ Даю вам В итоге по две фишечки Да? Итак, последняя загадка, ребят Будьте внимательны Есть у нас в квартире робот У него огромный хобот Любит робот чистоту И гудит, как лайнер Туууууу Он охотно пыль глотает Не болеет Не чихает Побежали Молодцы И снова одновременно Мы очень быстро справились. Ребята, о чем идет речь в этой загадке? О пылесосе. О пылесосе, конечно, молодцы. Ничья? Да, ничья. Держите по две фишки, потому что уже очень быстро вы отгадали эту загадку. А сколько очень ждать? Сереж, подведем итог мы чуть позже. Сережа. Молодцы, ребята. Вы неплохо справились, даже очень хорошо с моим первым заданием. А сейчас, как я и говорила, у каждого из вас есть возможность заработать еще две фишки. Скажите мне, пожалуйста, что объединяет все предметы, о которых шла речь в наших загадках? Сереж, ты хочешь ответить? Пожалуйста. Электричество. Так. Эти все предметы, которые работают на электроприборах. Так, которые? Которые работают на электричестве. Правильно, Сереж, которые работают от электрической сети. Молодец. Ну что, честно, заработал еще две фишки. Держи. Молодец. Хорошо. Ребята, электричество, как и многие другие изобретения человека, придумано для того, чтобы сделать нашу жизнь комфортнее и удобнее. Но это в том случае, если правильно с ним обращаться. В противном случае они могут представлять серьезную опасность для жизни человека. Сейчас я вас хочу, ребята, познакомить с человеком, который очень много знает о правильном обращении с электрическими приборами. Итак, вы готовы ко встрече с этим человеком? Да. Хорошо, тогда внимание на экран. Ребята, привет! Здравствуйте! Здравствуйте! Со многими из вас мы уже успели познакомиться. Меня зовут Мария Александровна, и я работаю в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Наша служба приходит на помощь всегда, если случается беда. Мы с вами уже не раз говорили об опасностях, которые могут таить окружающие нас бытовые приборы. Электрическая розетка не исключение. Ребята, как вы думаете, чем может быть опасно такое устройство? Ребят, Сережа, Камила, чем может быть опасна розетка? Если всуять руку или пальцы в розетку, то может ударить током. Хорошо, Камила. Сережа, а у тебя есть вариант ответа, чем может быть еще опасна розетка? Я думаю, чем же самым. Хорошо, давайте еще послушаем Марию Александровну. Ребята, электрическая розетка при ее неправильной эксплуатации может быть очень опасна. Помните, нельзя включать электрические приборы без разрешения взрослых и в их отсутствие. Категорически запрещается вставлять в розетку пальцы, ножницы, отвертки, вилки, гвозди и булавки. Помимо этого, следует помнить, что разбирать удлинители, пытаться перерезать ножницами электрические провода также запрещено. Такие игры могут привести к поражению электрическим током и пожару от короткого замыкания. Если вы услышали треск или увидели искры, исходящие из электрического прибора или розетки, немедленно сообщите об этом взрослым и отойдите на безопасное расстояние. Если вы не будете нарушать эти правила, то электричество навсегда останется для вас другом и помощником. А на сегодня это все. Будьте всегда внимательны на своем жизненном пути. Я желаю вам успехов и, конечно, победы! Ребята, это еще не все испытания, которые я приготовила для вас сегодня. Еще у нас остался последний финальный конкурс. И у того из вас, кто очень внимательно сейчас слушал нашего эксперта по безопасности Марию Александровну, шансов правильно ответить на мои вопросы намного больше. Сейчас мы проверим. Итак, ребята, я вам раздаю карточки. Одна красная, одна зеленая. И буду читать высказывания. Если вы согласны с высказыванием, считаете, что она правильная, то вам нужно вот так поднять зеленую карточку. Если считаете, что высказывание неправильное, поднимаете красную. Каждый правильный ответ стоит две фишки. А кто справится быстрее, дополнительно получит еще одну фишку. Итак, ребята, первое высказывание. Электрические приборы абсолютно безопасны. Ответили правильно. Ну так не смело, робко. Надо же быстро реагировать. Сережа чуть-чуть опередил Камилу. Теперь, Сережа, тебе предстоит пояснить, почему ты не согласен с тем, что электрические приборы абсолютно безопасны. Они действительно представляют опасность. Но в каком случае? Расскажи нам. Ну, когда они могут... Ну, оголенные провода у них. Они могут ударить током. Правильно. Если неисправен, например, электроприбор. Так? Да. Хорошо. Второе высказывание. Будьте внимательны и реагируйте очень быстро. Категорически запрещается вставлять в розетку пальцы, ножницы, отвертки, вилки, гвозди и булавки. Сережа, молодец. Камил, ты не согласна с этим, что категорически запрещается вставлять в розетку? Да. Ты просто перепутала? Вот, будь внимательна. Тогда перестань. Сережа получает три фишки. Две за правильный ответ и одну за скорость. Итак, третье высказывание, ребята. Можно разбирать удлинители и резать ножницами электрические провода, если они не подключены к электричеству. Правильно. Молодцы. Действительно, этого делать нельзя. Чуть-чуть опередил Сергей Камил. Ты у нас снова получаешь три фишки. Молодец. Держи. Так, Камила тоже ответила правильно, поэтому получает две фишечки. И последнее высказывание, ребята. Последняя возможность сегодня заработать фишки. Если вы услышали треск или увидели искры, исходящие из электрического прибора или розетки, надо немедленно сообщить об этом взрослым и отойти на безопасное расстояние. Ответили правильно, но Сережа Камил в этот раз снова был быстрее. Поэтому две фишки получает Камила за правильный ответ, а это самое важное. И три фишки за правильный и быстрый ответ получает наш мужчина Сергей. Молодцы, ребят. Наш первый конкурсный день подошел к своему завершению. И сейчас я предлагаю сосчитать, какое же количество фишек вы заработали. Быстренько считайте. На сегодня все. В первом конкурсном дне победил у нас Сергей. У него 22 фишки, у Камилы 14. Ну что ж, впереди у нас еще три дня соревнований, поэтому прощаемся. До встречи в стране безопасности. Пока-пока. Пока. 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 Субтитры подогнал «Симон»!